Если Творец принимает любую работу и не делает расчёт, зачем пролагать усилия? Кто не делает расчёт? Творец. Любое намерение, любое касательство. Он принимает, но это не значит, что он вкладывает всё на счёт, от каждого и всех вместе. Он принимает. Нет такого, чтобы он пренебрегал. Что ты проходишь какое-то действие, действие — это и в желании, и в мысли, и в физическом действии, и во всём. Если ты сделаешь что-то, чтобы это не чувствовалось. Творец — это общая сила, которая чувствует все изменения, которые есть в каждом творении. Так каково правильное усилие для хорошего и быстрого продвижения? Даже если я не буду делать намерения или буду, он тоже будет считаться этим, тоже продвинет меня. Исходя из твоего уровня, твоей ступени, он считается с этим. Это понятно. Насколько ты находишься на ступени, что ты можешь задействовать себя, и физические, и духовные силы, и мысли, и намерения. И всё, всё это собирается на твой счёт. Иногда у человека возникает мысль, что всё делает творец, всё-всё-всё. Ничего не делает человек, всё делает творец. Верно. Нужно преодолевать такую мысль, принимать её. Это как бы отменяет меня. Это отменяет человек, это верно. Потому что если всё делает творец, так что делает человек? Это понятно, с одной стороны. А с другой стороны, если человек не будет думать, что нет никого, кроме него, так он не придёт к цели. Он не присоединит к этому понятию никакое своё действие, ни в мысли, ни в желании. Так получается у нас тогда, что человек должен сказать, нет выбора, всё делает творец. И мне тут нечего делать, или я бы сделал всё, что только я могу себе представить, или я бы не делал ничего. Ничего бы я не изменил в реальности Нинаюту. И если так, то что делать? Человек закрывает глаза, делает всё, как будто это он. Он управляет миром, управляет реальностью. Спасибо за субтитры Алексею Дон. Спасибо за субтитры Алексею Дон. Продолжение следует...